Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн, и в сегодняшнем видео я с удовольствием покажу свой вечерний ритуал. А именно, я расскажу, что могу позволить себе перед сном перекусить, выпить, почитать, послушать и показать свой демакияж, показать, как я избавляюсь от своего дневного макияжа, от вот этой всей косметики, очищая свою кожу, увлажняя свою кожу, секретики, массажики. Вообще, все самое интересное для девочек в этом видео. Оставайтесь вместе со мной. За своей кожей я ухаживаю очень давно. Я думаю, что уже лет 15 я пользуюсь кремом, масками и так далее. Я тщательно пытаюсь увлажнять свою кожу, ухаживать за ней, правильно очищать, всегда выискиваю что-то новое, для лица что-то интересное. Ну а теперь приступим к демакияжу. Вначале я всегда смываю косметику спонжиком. Просто максимально, насколько это возможно, я стараюсь снять всю свою дневную косметику спонжиком. И у меня есть мицеллярная вода от Биотермо. Мне очень нравится, мне еще очень нравится, что в ней есть дозатор. Дозатором всегда удобно пользоваться, быстро и легко. И я снимаю вначале первый слой косметики, который поверхностно... Так выглядят спонжики. Ужас, да? Я думаю, что мальчикам вообще нельзя смотреть такие видео, потому что вы сразу, когда видите столько косметики, такого цвета спонжики, вам кажется, что девочки слишком много красятся, наносят на себя слишком много косметики. На самом деле, ничего подобного. Затем еду умываться. Крем с розой, очищающий, очень-очень мягкий. И щеточка от Кларисоник. Она вибрирует и умывает все свое лицо. Это новая щеточка, и нам ее подарили на Каачела, когда мы были с блогерами, презентовали новую модель. До этого у меня было очень-очень давно, я еще оставила в Казахстане свою щеточку от Кларисоника. Кларисоник классно очищают, но я вроде как слышала, в России закрыли... Ой, не продают их больше, в общем-то официально. Я всегда помню совет кошки за Кэт, она советовала наносить продукты. Следующее, то, что я наношу на лицо, это водичку увлажняющую. Очень она крутая. Вот этот вот бренд. И не хочу произносить, потому что вы надумно смеетесь всегда над моим произношением, если что-то неправильно. Так что вот зафиксируйте, и название всех продуктов я оставлю в описании под этим видео. А так, если говорить в двух словах, это очень крутая вода, которая освежает вашу кожу. И он можно наносить как на макияж, так и просто на лицо. Его освежить, немножечко увлажнить, и запах приятный. Дальше, что я делаю? Я быстро наношу на лицо очень крутой концентрат. Это концентрат от Estee Lauder Advance Night Repair. До этого, кстати, у меня была сыворотка от Estee Lauder Advance Night Repair. Очень крутая сыворотка. Я ее обожаю. Пользовалась ей на протяжении нескольких лет. Ну, это было давно. Это было лет пять назад. Потом, как бы, я всегда меняю косметику. И вот, когда у них появился концентрат, это мгновенное действие. СОС убирает какие-либо признаки раздражения. Если вдруг у вас там раздражение, на лицо покраснение. Если ваша кожа потеряла свежесть, тонус. Если вам нужно восстановление. И просто вот выглядит очень хорошо. Советую всем попробовать этот концентрат. Он наносится перед сывороткой. В общем, вы наносите его на лицо. Я наношу обычно на руки. Затем распределяю. И прям вбиваю вот так вот в лицо. Запах обалденный. Пахнет травами. Очень-очень вкусненький концентрат. Я его интенсивно взбиваю в кожу. Полезно похлопывающими движениями нанесить продукты. Таким образом они глубоко проникают в кожу. Прям не бойтесь. Главное не растягивать. А вот такие похлопывающие движения, наоборот, они стимулируют кровообращение. И продукты выше впитываются. И все. И кожа становится так розовенькой. Красивенький. Дальше я наношу крем на кожу вокруг глаз. У меня такой вот эксорбет. Очень охлаждающий гель-крем от Dior. Он мне безумно нравится. На этом креме очень удобный аппликатор, при помощи которого продукт хорошо распределяется. И затем я наношу на все лицо. У меня также крем увлажняющий, интенсивное увлажнение от Dior. Ну, что сказать. Вот такой у меня вот демакияж и увлажнение перед тем, как я иду спать. Ну, и обычно по вечерам я зажигаю свечи. У меня есть очень классная одна свечечка. Я вам покажу ее аромат восхитительный. И завариваю себе супер успокаивающий чаек. Вкусненький, успокаивающий. Который, в принципе, даже работает как перекус. Такой вот небольшой перед сном. И увидимся чуть попозже. Ну, а теперь я покажу свой любимый чай успокаивающий. И он как перекус идет этот чай перед сном. Потому что все фрукты, ягоды, которые я добавляю в чай, я их потом съедаю. У меня здесь смесь трав, успокаивающий чай. Вот состав этого чая. Можете перевести и запомнить. Я купила его вот здесь вот, вот здесь вот. Так что, если вы хотите тоже заказать себе такой чай, то заказывайте. Очень он приятный, вкусный. Я сразу засыпаю после того, как я его выпью. Классный вариант. Осенний, зимний. Особенно с добавлением фруктов. Я вам покажу сейчас, как это все будет. Сначала в отдельной емкости с горячей водой уже я завариваю чай. Просто на глаз высыпаю травы. Закрываю крышечкой. И все это заваривается в течение 5-7 минут. Первое то, что я делаю, очищаю яблоки от кожицы и от внутренностей. Нарезаю их кубиками. Вот я добавила стакан. Затем я добавляю ягоды. Пару долек мандаринки. А также вы можете добавить корицу, ваниль. То, что вам нравится. Любые специи. И наш чай заварился. Теперь я через сито наливаю чай в эту красоту. Закрываю эту красоту крышечкой. И даю настояться где-то минут 5-7. Мой чай заварился. Я его немного размяла вилочкой, чтобы выпустить сок из ягод, из яблок, мандарин. Добавила немного сиропа агавы для сладости, потому что я очень люблю подслащенный кофе или чай. И я зажгла любимую свечку. Это мой любимый бренд. Запах просто обалденный. Ванила, капкейк. Ну, настолько приятный, настолько осенне-зимний. Сейчас вообще в самый раз. И включу сейчас медитацию. Вы спрашивали про медитацию. Я вам покажу, что я слушаю. Всё очень легко и просто. Вбивайте в ютюбе мантру любви. Например, я давно уже слушаю мантру любви. Когда вы её слушаете, можете даже просто в дороге где-то ехать за рулём, либо дома. Очень мелодичные мелодии в таком индийском мотиве. Я верю в эти мантры. Если их часто слушать, вы привлекаете в вашу жизнь любовь. Также вообще мантры есть на деньги, мантры есть на удачу, на силы, на энергию, на всё что угодно. И чем чаще вы слушаете, тем это полезнее для вас. Вот, например, я вам сейчас покажу мантру. Вот эта мантра. Одна из мантр, которые я слушаю. Мне очень нравится вот эта мелодия. Просто обалденный чай получился. И затем я снидаю фрукты, и получается перекус. Как вы выпиваете горячую жидкость, расслабляющую. Слушаете какую-нибудь мантру, можете в наушниках. Сяду поудобнее, немножко расскажу вам про мантры, про медитации. Медитация — это отдельная тема для разговора. А вот что касается вот этой мантры любви, я начала её слушать за месяц до того, как встретила мужчину, с которым мы сейчас вместе. И я очень-очень верила в то, что я встречу любовь. То есть я хотела очень сильно встретить. И знаете, что я поняла за все свои годы, что человеку всегда нужна вера во что-то. Если вы верите, тогда у вас всё получится, всё сбудется. Всем спокойной ночи, я сейчас допью свой чай и лягу спать. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравился этот ролик. Люблю вас всех, целую. Пока-пока.